Современный бассейн и фитнес-зал вместо старых и полуразрушенных. Новую тренировочную площадку сегодня открыли в Лозовой Харьковской области. Реконструкции бассейна в детской спортшколе ждали почти пять лет. Где взяли деньги на ремонт, знают корреспонденты сегодня. Вика впервые пришла в спортшколу шесть лет назад. Хотела научиться плавать. Вскоре решила заняться этим спортом профессионально. Да бассейн закрыли из-за аварийного состояния. Год мы занимались просто физподготовкой, то есть спортзал, фитнес. Два года мы или даже больше занимались. У нас есть четвертая школа, там тоже бассейн. Вернуться к занятиям в эти стены, говорят тренеры, уже и не надеялись. Теперь здесь новое оборудование и чистая вода. Для нас было тогда вроде бы красиво, но сейчас все современно. Вентиляционная система есть. Вода отличная, голубая. В бассейне могут заниматься и дети с инвалидностью. Герман уже кандидат в мастера спорта по плаванию и мечтает об олимпийских играх. Ну, очень удобно, тут очень теплая вода. И, ну, все комфортно для занятия плаванием. Это мои самые лучшие медали с чемпионата Украины, с спортокеады Украины. На ремонт спортивной школы деньги выделили из местного и государственного бюджетов. Помогли и спонсоры. Всего 32 миллиона гривен. До сентября здесь планируют обновить залы борьбы и легкой атлетики. В этом году планируем закончить все, чего район не видел в 30 лет. Только разом, объединяясь, мы смогли сделать такую справу. Можем на это поддержку президента Украины, мы поддержку кабинета министров. В этом году еще выделено 7 миллионов гривен для того, чтобы завершить все работы. Кроме глобальных инвестиций в спорт и образование, подчеркнула Юлия Светличная, в поддержке государства нуждаются и дети, лишенные родительской опеки. Сегодня троим подросткам губернатор вручила ключи от квартир. Из Харьковской области Анна Бравко, Игорь Лукашев. Сегодня канал Украина.